Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря нету каких-то суперважных релизов, но мы прекрасно понимаем, что, поскольку понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, в 16.00 по московскому времени. Буду рад, друзья, всех вас видеть, поскольку это прямой эфир, у вас есть возможность задать вопрос, если он у вас есть и касается общей ситуации на финансовых рынках. Я бы сегодня хотел вообще покороче сделать брифинг, потому что очень хочется детальнее обсудить перспективы воздействия и влияния политики Трампа после того, как он стал 47-м президентом США на многие аспекты финансовых рынков, на многие экономики и, соответственно, на валюты, которые стоят за этими экономиками. Если есть время, друзья, и желание понять, что же ждет мировую финансовую систему с приходом Трампа, то, соответственно, обязательно сегодня подключитесь к прямому эфиру. Еще раз напоминаю, в 16.00 по московскому времени. Для того, чтобы этот эфир был интереснее, мы проведем голосование в нашем телеграм-канале, которое запустим буквально после записи этого брифинга. Несколько тем будет на выбор, но все они будут связаны с таким политическим уклоном и, как я уже отметил, тем, что ждет мировую финансовую систему в ближайшие четыре года. Соответственно, принимайте участие также в голосовании, потому что это точно будет для вас мотивацией поприсутствовать на вебинаре, потому что, по сути, буду говорить и раскрывать ту тему, которая представляет интересы для вас. Ну, вкратце, друзья, это неделя. Завтра нас ожидает, это статистика по рынку труда Англии, также отчет ОПЕК. В среду ждем важнейший релиз, возможно, этой пятидневки, данные по инфляции в США, которые, разумеется, будем анализировать и разбирать с точки зрения воздействия на будущие решения Федрезерва, касающиеся ключевой процентной ставки. В четверг продолжение данных по инфляции в США, индекс PPI, индекс N-производителей, то есть это тоже данные по инфляции, но промышленный. Традиционный для четверга отчет по первичным заявкам на пособие по безработице, также в четверг еще два выступления. Главы Федрезерва Джерома Паула и главы Банка Англии Эндрю Белли. Очень будет интересно и, вероятно, четверг будет самым насыщенным днем с точки зрения волатильности на финансовых рынках. И в пятницу данные по промышленному производству Китая и ВВП Англии. В целом, учитывая то, что в рамках текущей пятенерки у нас будет несколько важных релизов по Англии, я предлагаю сделать очень большой упор на британскую валюту, которая сейчас торгуется на отметке 1,29. Я скептик в отношении дальнейшего роста, считаю, что фунт с большой долей вероятности будет развивать нисходящую динамику. Сантимент, который сейчас указывает на то, что 70% трейдеров практически находится в длинных позициях, доказывает эту точку зрения. С прошлой недели у нас тянется решение Банка Англии по ключевой процентной ставке. Ее снизили на 25 базисных пунктов с 5 до 4,75%. Очень интересные были исправительные заявления, потому что прям такой значительный акцент делался на сохраняющиеся инфляционные риски и на будущий рост экономики. Я очень сомневаюсь, что после тех анонсов в рамках государственного бюджета, которые были сделаны по повышению налогов, британская экономика сможет удвоить показатели ВВП. Но есть оптимисты, есть экономисты и представители Минфины, которые считают, что именно это и произойдет. Я думаю, что Банк Англии продолжит снижать ключевую процентную ставку и, возможно, снизит ее снова на 25 базисных пунктов в декабре, даже несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски и пересмотр прогнозов по росту инфляции. До 2,5% средний показатель в рамках этого года и до 2,7% в следующем году. Соответственно, чем хуже будет, опять же, дальнейшая макроэкономическая статистика, я в этом тоже не сомневаюсь. Опять же, ждем сперва завтра данные по рынку труда. Можете посмотреть в прогнозы экономистов. Ожидается рост уровня безработицы с 4 до 4,1%. И я думаю, что эта статистика усилит давление на британскую валюту, и мы в целом будем уже поджидать фунт ниже уровня 1,278. Доллар канадец 1,3920. В пятницу вышел отчет по рынку труда Канады. В целом, статистика оказалась немного лучше, чем ожидали аналитики, потому что мы не увидели рост уровня безработицы с 6,5 до 6,6%. Ну, я думаю, друзья, произошло чудо. На самом деле, при той динамике создания новых рабочих мест, в прошлом месяце канадская экономика создала всего лишь 15 тысяч рабочих мест, против прогноза 25 тысяч, именно рост уровня безработицы – это вопрос ближайшего времени. И напомню, что 23 октября Банк Канады уже снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов и выдал, наверное, сейчас правильный тезис, который нужно учитывать, если вы интересуетесь канадским долларом. Если будут ухудшаться данные по рынку труда, а индекс потребительских цен так и останется в пределах достигнутого целевого значения, то в декабре ставку снова снизят и, вероятно, на 50 базисных пунктов. Поэтому, в целом, друзья, у нас должно быть четкое понимание того, что при таком фундаментальном фоне пара доллар-канадец обязательно достигнет планки 1,40. И сейчас нас отделяет от данного уровня всего лишь 80 пунктов. Напомню, что когда-то мы покупали пару на гораздо более низких ценовых уровнях и значениях. Золото – 1670 долларов за тройскую кунцию, сантимент по-прежнему 50 на 50. Да, хочется уже торговать с золотом, друзья. И из-за того, что настолько хочется торговать с золотом, что сегодня я принял решение открыть короткую позицию небольшим объемом только для того, чтобы быть в рынке и смотреть с большим энтузиазмом и интересом за тем, что происходит по рынку драгоценных медалов. Почему все-таки ставка на снижение? Из-за укрепления доллара, который мы наблюдаем с открытия текущей торговой сессии, и из-за скачка доходности американских облигаций. А сейчас десятилетки держатся на планке 4,35%. Думаю, что если сантимент и будет меняться в ближайшие дни и часы, то, скорее всего, это будет смена настроения таким образом, что большинство окажется в длинных позициях. И мы будем делать ставку на развитие нисходящей динамики. Но, опять же, друзья, если вы не относитесь к категории трейдеров, которые любят и готовы рисковать, то лучше вам дождаться уже хороших данных по сантименту. И только потом действовать уже по факту. Индекс доллара 105 пунктов. Принял, друзья, волевое решение в текущих условиях пока отказаться от короткой позиции и понаблюдать за тем, что будет с долларом дальше. Все-таки с прошлой недели у нас тянется два важных фундаментальных посыла. Это победа Трампа на выборах и, соответственно, то, что доллар сегодня растет. Может быть, это и есть продолжение торговли на факте победы Трампа, то есть Трамп трейд и, глядя на рынок криптовалют, в этом вообще нет никаких сомнений. Ну и потом, американский регулятор снизил процентную ставку на 25 байсных пунктов, но не дал нам конкретного сигнала того, что будет активно снижать ее и дальше. Все зависит от фундаментальных отчетов, от макроэкономических данных. И в эту среду как раз мы ждем отчет по инфляции. В США ожидается то, что показатель вырастет с 2,4 до 2,6% в годовом выражении. Поэтому рост индекса потребительских цен может чисто теоретически убедить Федрезерв, пока тоже не торопится с смягчением экономической политики. Может быть, это попытка сейчас прогнозировать то, что не так очевидно, но я, опять же, еще на прошлой неделе делал акцент, что если индекс доллара продолжит расти, то все-таки откажусь от этих шартовых сделок по той лишь причине, что рынок сейчас именно хочет работать с новостным фоном, который связан с победой Трампа. А здесь, как мы обсуждали практически каждый день прошлой недели, это протекционизм, торговые войны, то, что будет потенциально разгонять инфляцию и не даст доллару сильно ослабнуть. Доллар-франк 0,8775 – это максимумы с конца июля. Друзья, очень хорошую сделку мы провели ранее, все ближе к нашей первой цели 0,88. И этот монотонный рост продолжится и дальше, потому что при текущем укреплении доллара против идеи того, что франк будет слабеть и Национальный банк Швейцарии сделать для этого все возможное, все это открывает путь для валютной пары в район отметки 0,9. Доллар-иена 153.56, цель 155. Сегодня мы узнаем, друзья, кто станет следующим премьер-министром Японии. Я думаю, что это будет ИСИБА. Но голосование будет в два тура, скажем, поскольку ни в одной партии нет большинства. Каждая партия, разумеется, проголосует за своего кандидата, а потом кандидата будут определять простым большинством. Соответственно, после победы ИСИБА нужно будет либерально-демократической партии вступать в союз с оппозицией, думать, что это будет партия консерваторов. И здесь тоже важный нюанс, что если этот союз будет с консерваторами, то они, напротив, уже много раз отмечали, что не поддерживают эти банки Японии по ужесточению денежно-кредитной политики. Поэтому в целом сейчас на фоне неопределенности, которая есть политического характера, я думаю, что вероятность достижения уровня 155 иен против доллара крайне высока. И рынок нефти 73.50, все-таки мы пошли вниз, друзья, и цель 70 также актуальна. Снова слабая китайская статистика. Я, кстати, в эту пятницу жду провальные данные по промышленному производству. А пока у нас есть следующее. Импорт нефти в Китае снизился 6 месяц подряд в рамках октября и просел в годом выражение на 9%. Это худший показатель за последние 10 лет. Думаю, что в таких условиях нужно смириться с тем, что пока нефтянка будет испытывать серьезный прессинг и без каких-либо геополитических форс-мажоров, я надеюсь, их не будет в ближайшее время, мы достигнем нашей целевой отметки 70 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего торговой недели. Всем пока!